Наша погода в средней полосе неустойчивая. Могло быть так, что мы завершим по формальным признакам, и тут похолодание придет. А система отопления, она инерционная, и мы не сможем развернуть за один-два дня. От духоты в помещениях мучаются и чиновники, потому предпочитают давать интервью не в душном кабинете, а на улице. Ведь выключить отопление они пока не могут. Впрочем, этот день уже не за горами. В исполкоме готовят соответствующее постановление. До конца этой недели, поскольку прогноз все-таки более-менее достоверный, значит, отопление отключать не будем до конца недели. Вот с учетом выходных, с учетом начала следующей недели, вроде бы прогноз уже благоприятный. То есть в начале следующей недели, точно это мы, конечно, объявим, до всех доведем. Мы обязательно в порядке размещаем это все и в интернете, и через нашу пресс-службу, и везде. Мы думаем, что на следующей неделе, наверное, все-таки отключим. Здесь очень горячий. Если подержать руку подольше, будет волдырь. А пока чиновники сверяются с температурой за окном, в квартире Надежды Лепиной работают всего две батареи из пяти. Однако даже они умудряются сохранить в квартире плюс 29. Это с 27 марта такая история. Дышать нечем. Все люди просужаются. Во всем Вахитовском районе. Почему должны топить улицу? Во-первых, батареи очень сильно греют. С нас много берут, очень затопление. Жаловаться на жару в квартирах казанцы начали еще месяц назад. Закрывали раскаленные батареи ватными одеялами и открывали настиж окна, так как не у всех есть возможность закрыть краны на батареях. Ужасно жарко. Мы все батареи отключили, кроме детской, оставили в детской койке. Жара невыносима. А деньги мы платим за все. В квартире температура нормальная. Отопление желательно пока бы не отключать. В квартире очень жарко. Очень пора уж, наверное, отключать. Мы мучаемся. И это вредно для здоровья. Отопительный сезон в Казани должен завершиться на следующей неделе, если только погода не внесет свои коррективы в планы коммунальных служб. Кстати, в прошлом году отопительный сезон завершился 25 апреля. Екатерина Нерушкина, Эгуль Незамуддина, Вальфред Камилевский. Эфир 24.